приветствую вас олег давайте разберем ваш вопрос который вы задаете так ситуация связана с тем что девушка не может отпустить свое прошлое которое ее травмировало вообще говоря собственно это и есть как бы проблема девушки вот и проблему ей нужно решать не вам то есть если она не обращается например к психологу если она к примеру не обращается за помощью то вероятно ей это и не нужно вероятно ей не нужно выходить из этого состояния а это состояние ей чем-то выгодно вот это состояние при котором она вот по факту не позволяет себе жить дальше не позволяет себе быть счастливой и так далее так далее то есть некая вторичная выгода но по факту как бы смерть близкого человека всегда травмируют и вероятно травма у нее не пролечена не проработана вот это первое второе это то что как правило человек чувствует себя виноватым перед тем кто ушел умер и соответственно до этого чувства вины тоже не получается избавиться потому что до сих пор не был принят какой-то уход человека не было принято его смерть и соответственно человек взаимодействует с ним так как будто он еще жив и дальше если это на подсознательном уровне вот даже если это на уровне на уровне вот не осознаваем не осознаваемо конечно может быть такое что девушка испугалась и с вами создавать семью это может быть по разным причинам например по причине такой что если я правильно вас понял вы были помолвлены и и через год она вот так поступила то есть в течение года вы как бы не поженились да тут вот этот момент не очень понятен но вероятно девушка испугалась что вы так и не возьмете ее в жену и не женитесь на ней вот вероятно девушка испугалась серьезности серьезности отношений когда поверила что вы действительно настроены решительно в отношении нее вот ну скорее всего конечно вот это мешает прошло мешает вот и не позволяет забыть не позволяет опустить себя и жить дальше в этой ситуации самое главное чтобы вы не испортили отношения в этой ситуации самое самое важное чтобы вы не давили на человека чтобы вы вели себя достаточно терпеливо но при этом не подавляли себя не подавляли себя защищали свои интересы выражали свои чувства желания отношения вот к ситуации без обвинения какого то да без оценок просто выражали свои чувства то есть например как то девочка сказала что ей нужно подумать вот нужен ли муж или друг ну в какой то степени это звоночек по отношениям что он вас навидит как мужа как мужчина возможно но не как человека или личность то есть вам отношения нужно вот в ту сторону развивать и другой стороны когда девочка это озвучила ну вы можете сказать что мне эта ситуация неприятно например ну этого в принципе будет более чем достаточно в текущей ситуации и вот дальше вам уже нужно прислушиваться к себе и выражать то что вы чувствуете повторюсь не давить не настаивать не агрессировать а именно вот спокойно спокойно последовательно продвигать свою точку зрения ну благо она у вас в принципе есть человек вы решительный вроде бы вот так что все получится ну да это проверка конечно проверка серьезная проверка отношений это проверка ваших девочки девочки стоит посмотреть на что направлены ваши чувства чувства в контексте девочки что это за чувства и я думаю вам будет легче может быть девочке не хватает именно дружеского общения с вами потому что потому что ну может быть вот слишком много стало такого знаете вот ну больше семейного взаимодействия а вот дружеского такого неромантического стало меньше это тоже может человек напрягать ну глобально проблема именно находится в травме ее вот и конфликтов конфликтах которые появились либо на этой почве либо либо на либо легли просто на соответствующие основы да то есть конфликты были еще до трагедии ну а после просто получили свое подтверждение так скажем на этом все я надеюсь что помог вам желаю всего самого доброго и удачи до 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 Продолжение следует...